к сожалению начала вязания этой шапочки я не снимала но если честно здесь и показывать нечего рассчитала петли как обычно сколько петель в одном сантиметре умножаем на объем головы и у меня получилось что надо набрать 100 петель вязала резинкой 1 на 1 спицами номер один тоненькими где-то 4 сантиметра у меня высота резинки и потом перешла на спицы номер три потолще петель не добавляла и вот по кругу связала на такую высоту и так резинка мне 4 сантиметра а общая высота ну где-то сантиметра 22 и сейчас буду оформлять верхнюю часть шапочки мне не захотелось ее просто кругло делать и видела я один приемчик как можно интересно сделать с ушками и сейчас покажу шапочку я вязала из вот такой пряжи ализеши керим юниор обожаю подобную пряжу 320 метров на 100 грамм чистый акрил акрил конечно я не люблю но вот для детей просто отличная находка расцветка очень нравится подойдет как раз для мальчика я специально такую выбирала и и чем мне нравится мне не надо ни рисунок выдумывать ничего просто вяжешь лицевую гладь и получается красота мне кажется интересная шапочка будет и вообще хочу связать кофточку я думаю тоже очень будет прекрасно конечно акрил не люблю но опять же дети очень быстро вырастают и поэтому самый такой оптимальный вариант а сейчас я все петли разделю сначала я разделила пополам у меня 100 петель было у вас может быть другое количество но пока смотрите как у меня получается по 50 петель то есть вот начало вязания отсчитала 50 петель и поставила второй маркер затем я выделила средние 10 петель 50 отнять 10 40 петель значит на вот эти стороны приходится по 20 петель отсчитала 20 петель поставил маркер здесь 10 петель маркер и здесь осталось 20 петель и точно так же на второй стороне 20 10 20 так и сейчас буду соединять вот эти части у меня здесь должно быть пополам но дальше увидите я спицы расположила вот так у меня круговые взяла третью спицу и сейчас при помощи этой спицы буду соединять две противоположные стороны подхватываю петлю на одной стороне на второй и провязываю за один прием возвращаю петлю на переднюю спицу и сейчас уже провязываю 3 петли 2 петли на этой спице и одну на задней так я провяжу соединю 10 петель так сейчас у меня уже 3 я все не буду показывать я думаю понятно провязываем дальнюю и одновременно эти и потом все снимаем получается такой шовчик а дальше мне понадобится много чулочных спиц и крючок я буду формировать складку вот смотрите я соединила 10 петель с одной и с другой стороны у меня здесь осталось еще 10 петель я их распределила по 5 на 2 спицы но здесь 6 который мы соединяли так маркер даже можно убрать уже так это вот у меня идет та спица а это две вот по 5 петель с другой стороны тоже я перевела петли по 5 петель на две спицы маркер тоже можно убрать и сейчас вот смотрите я так вот заведу эту спицу у меня получится складочка так вернее даже вот эту тоже вот как у меня получается складочка такая вот конструкция вот эта широкая часть должна быть сверху следующая часть прилегает к ней и вот это последняя вот так такая складка и с другой стороны мне нужно спицы расположить точно так же тоже сформировать складку то есть вот это вот широкая часть эту спицу я завожу сюда и здесь так вот складка будет и сейчас мне нужно сразу провести нитку через все вот эти петли раз два три четыре даже пять потому что здесь вот две начальные а нет она вот здесь так это надо было мне провязать ну ладно вот с этой спицы я провяжу две подхвачу две петли то есть вот эти вот все по одной петли мне надо захватить я это сделаю конечно лучше при помощи крючка так я подхватываю одну петлю я могу снять на крючке она никуда не денется вторую петлю я могу снять так смотреть чтобы остальные не слетели так дальше здесь я подхвачу подхватываю две петли потому что у меня одна как бы лишняя была и на следующих спицах так раз два три ой даже шесть получается не четыре подхватываю следующую подхватываю следующую петлю снимаю еще одну снимаю со следующей спицы остальные остальные оставляю на спицы и последнюю так сейчас я подхвачу рабочую нить подхвачу рабочую нить там где она у меня и провяжу сразу через все петли так раз два три четыре пять здесь у меня одна была лишняя шесть и кстати можно и было не снимать со спиц даже удобнее семь вот по одной петли я провязала так сейчас не буду снимать подхвачу с этой сразу так следующее у меня это эту петлю подхвачу остальные следить приходится чтобы не потерять не слетели так со следующей так со следующей как то я плохо здесь провязала опять две торчит еще с одной спицы подхватываю петлю и так со всех спиц так сейчас подхвачу рабочую нить протяну через все петли так пожалуй даже удобнее так что-то у меня здесь как будто не так видимо слетела петля так и вот соединила следующие петли и продолжаю ну и так вот все пять петель вот что у меня получилось такая складка здесь правда не очень аккуратно но перед камерой если честно трудновато это все производить и со второй стороны такая же складка но это с одной стороны сейчас нам нужно с это сделать точно так же буду распределять по пять петель вот эти петли должны быть сверху так маркер я уберу так и еще раз два три четыре пять пять петель ну и здесь останутся останутся так вот поворачиваю вот эти сверху это туда уходит а это накладывается так вот буду вязать вот вторая складка так и точно так же на второй спице просто отсчитываю по пять петель раз два три четыре пять так и раз два три вот что-то я тут лишний перевязала так снимаю маркер ну пусть четыре пять пусть будет здесь покороче и вот так тоже поворачиваем там образовалась складка и сейчас я точно так же буду подхватывать по одной петле с каждой спицы так эту петлю надо подтянуть сразу буду снимать потому что потом забываю и все путается так снимаю с этой спицы со всех по порядку со всех по порядку так дальше с этой спицы она тоже у нас участвует в работе с этой спицы с этой спицы дальше идет вот эта дальше идет вот это так снимаю и последняя спицы с последней спицы так тут еще не потерять подхватываю рабочую нить и сразу через все протягиваю через все петли вот протянула и здесь подтяну еще как следует чтобы здесь вот рыхло не было и продолжаю снова подхватывать по одной петле и протягивать сразу все петли так пока не провяжу все пять эти петель вот я провязала все петли не осталось одна петелька я ее надену на ближнюю спицу и кстати можно продолжать вязать даже не спицы соединять а продолжать тоже крючком сейчас будет легко просто берем петли с каждой спицы подхватываю протягиваю можно сразу снять крючком это тоже удобно и так до конца я повторяю если вам не понятно было что и дело просто закройте петли как обычно вот полностью чтобы она была как бы в таком ответе потом сложите складку и пришить шейте шапочка готова здесь можно пришить помпоны бусинки еще как-то украсить хотя и так она достаточно интересная красивая